Всем привет, ребят! Доброе утро! Оно у меня сегодня очень доброе. Сейчас расскажу случай, который сегодня утром произошел со мной. Пока буду делать себе процедуру для лица, буду вам рассказывать. Скорее всего, у многих такое было. У меня не первый раз. Да и вообще я частенько во сне разговариваю. Но сегодня... Сегодня такой случай был. Снился у меня сон. Такой очень хороший. Точно я не помню уже, что мне там снилось. Но помню, что была собака, то ли я с ней играла. Как-то я с ней играла, что-то там собака бегала, прыгала. Я начала смеяться. Мне было так смешно. Я смеялась по-настоящему. Я это очень хорошо помню. Я это очень хорошо слышала. Такое ощущение, что половина меня спит, половина нет. Я вижу себя во сне. Сон идет. Я сплю. Но половина меня... Я даже слышала, что Лео со мной разговаривал. Он со мной разговаривает. Меня будет там. Что-то там смеешься. А я смеюсь прямо в голос. Я слышу даже свой смех. По-моему, я даже ему сказала, что собака, собака. В общем, что-то это. И смеялась я, конечно. И долго я смеялась. Не так просто хихи. Там похихикала прямо. Я даже потом, помню, развернулась в другую сторону и продолжала смеяться. У кого такое тоже бывает? Вообще, я часто во сне разговариваю. И он, конечно же, не понимает, о чем я там говорю. Но я прям могу так долго обсуждать что-то с кем-то. Разговаривать. Что-то рассказывать. Я могу и плакать тоже. У меня бывают истерики во сне даже. Смотря кто мне приснится. У меня бывает снятся мои родные, которых уже нет в живых. И я могу проснуться. Я во сне плачу. И могу проснуться вся в слезах. У меня лицо все мокрое. Проснуться и плакать. Часто такое бывало тоже. Я у меня успокаивал. Меня будил. Я не могла проснуться. И вот у меня истерика прям была во сне. И до юга. Все в школе. Деток отправила. И сейчас быстренько себе почищу лицо. Чтобы быстро высохнуло. Надо смачивать. Чтобы она была влаженная. Спрашивали меня про этот аппарат. Он называется Нужкин. Что-то классно. Видно? Вот. Как это называется? Очень хорошо чищает лицо. Он, конечно, не из дешевых. Но стоит того. Вообще, я себе еще хочу зубы отбелить. Я себе заказала одну штуку. Для отбеливания зубов. Пока она еще не приехала. Потом попробую протестирую и покажу. Потому что у меня есть такая проблемка. У меня вот эти вот клыки, они желтые. Почему-то только клыки желтеют. Все остальные нормальные, а клыки желтые. Я хочу попробовать отбелить. У нас, конечно, пойти отбелить зубы к стоматологу. Это не из дешевых удовольствия. Поэтому я хочу попробовать именно в домашних условиях. Вроде отзывы хорошие. Все. Теперь, как обычно, нанесем. Как называется? Нанесем сейчас быстренько. Потому что после этого очищения кожа очень сухая. Прям вот стягивает. Пойдем. Филька. Я поняла, почему кот в туалете. Он пить хочет. У них, оказывается, водичка закончилась. Он прям в раковине сидит. Маленький. Сегодня была утром водичка. Так быстро они выпивают. Тьфу мой хороший. Даже не испугался в раковину запрыгнуть, да? Лишь бы попить. Так, сегодня уже нужно вот это все унести. Мне уже надоело то, что у нас здесь кучей лежит. Мешает. Вот. Это обувь Ксюша себе. Перебрала то, что маленькая. Но это уже Каролине. Вот эти вот были Маргариты. Маргарита эти носила. Скорее всего, на следующий год, я так думаю, Каролина будет носить. Они в хорошем состоянии. Поэтому ей повезло. Обуви у нее будет много. Вот эти вот тоже в хорошем состоянии. Дай мне попробовать тоже кислять. Последняя? Еще две. Это жвачка? Да, какая. Это без разницы. Вот это такая... Спайдер-мен. Ты уже все конфеты съела? Нет. Еще есть суши, чипсы, маршмеллоу. И там еще есть такая кислятина. Вот это. И вот это. Суши для Ксюши. И вот эта бутылочка. Кислятина? Да, папе такое не нравится. Мама, это так вкусно. И смотри, как файн. Но цветочек начинает опадать почему-то. Кто тебе звонит? Я. Ножнички надо, Каролин. Нахрелся масло. Нужной путь. Пожалуйста. А как вернуть, если тут... Там есть наклейка, тоже можно вернуть. H&M. Я тебе купила на 170 сантиметров. Ну, в общем, как ты любишь. На большой размер. Блин, бич! Во! Крутая. На. О, мой бог. У тебя такой не было еще? Папи, ну, ка-мо-мол. Холдей. Папи! Это песня. Это, когда тебе надо... Да. Это это. Я просто случайно нашла. Я вообще заказывала Максу Каролине. Макси! Второй раз. Мама, может, как ты ее головой взяли? Макси! Мама, я жду! Ну-ка, какой размер? Ну, за ряду. 134. Должно быть как раз. Макси, идем. Потом он. А, вот. Мама, секунду. Это Биг Бро. Кто у нас Биг Бро? Я. Я. Я мальчик, мама. Ты Биг Бро? Да. Ты Биг Сис? Не-не-не-не. Биг Бро. А теперь? А теперь Биг Сис. На, Карол. Биг Сис! Только обувь нет. Ну, у них такая скидка была. Какая? 15 франков они стоят. Ну, а ставь потом, когда она вырастет. Я как бы это... На следующий год будешь носить. Да, Макс! Это Макс? Это Карлин, да? Мама, я больше вот этим раз купила у Макса. Мне все не нравятся, я отправлю обратно, Карлин. Не прав... Макс, подожди, я открою. Аккуратно. Давай. Да, ты думала о футболке? Да. Нет, это толстовка. На, Карлин. Нравится? Все. Спасибо. Пожалуйста. А что ты вернешь? Ну, я не знаю. То, что она скажет, то я верну. Да, иди вот этот костюмчик мне. И это. Сис Бро. Или Биг Сис. И... Ну, такие можешь купить. Сирокий носит. Нравится. О, круто! Классно? Да. Нравится? Ну, нормальный. Без начеса. Простые. Нужно немножко тут затянуть. Пупочек? Затянуть нужно будет. Пока. Не надо, не надо, сейчас выпьем. Есть у кого-нибудь фонарик? Мне кажется, она будет светиться. Тут можно включить тоже. Да. Угу. Нужно в туалет. Там где темно. Прикольно. Даже отсюда видно, что она меняет цвет. Угу. Классно. The dark side. Порезительнее. Будешь что-то... Ну-ка с обувью надень. С обувью, они очень длинные. Тут эти обувь, это обувь. Эти большие ей. Подрезать надо. Подрезать надо. Каролина, ты будешь ходить, у тебя джинсы все намокнут. Так-то красиво, но видишь, нужно чуть-чуть подрезать. Только чуть-чуть. Только чуть-чуть, да. У нас настолько ленивый кот, что он даже водичку пьет лежа. Это тебе лень, да? Вот так вот он ляжет возле чашки и пьет. Я хотела показать, какие уроки им задают. В общем, здесь нужно ей решить примеры. И какой ответ получится, найти здесь цифру и раскрасить ее. Как я уже и говорила, что здесь в школах до четвертого класса, первые три года, особо деток не напрягают, не мучают. Спокойненько они учатся, видите, раскрашивают, решают. Вот, а потом уже после третьего класса там уже начинается немножко посложнее. До сих пор считают на пальцах. Вот научили в школе считать на пальцах, так и считают. Я помню, нам запрещали это делать, когда я училась в школе. Они разрешали на пальцах решать. Так, шесть плита, все правильно. Все. Еще раз, еще раз ищи, Фиртин. Раскрашивай. Другим цветом, Каролина, чтобы они не были зелененькие. Возьми, у тебя еще зеленого не было. И потом пятнадцатый раскрасишь. Ты пропустила. Вот и все, все домашнее задание. Да? Сегодня больше домашки нет. Это ты раскрашивала? Да. Ух ты! Это она пинтовая лавина. Ага, я думала, это ты рисовала. Это 115. Ты не успела, что ли? Порисуй. Закрасила, теперь 15 ты не забыла. Любой 15 раскрасить. Не розовым, а другим. Какой еще там не было? Фиолетовый возьми. Ты сама себе решила салат приготовить? Ты голодная? Давай что-нибудь приготовим. Футболка классная, да? Угу. Мне очень нравится цвет такой еще. У тебя такого нет. Просто что ли моцарелла без ничего? Нет, салат. Что-то надо. Послезавтра? Так мы послезавтра в субботу уедем в горы? А? Да. Мы же собрались в горы ехать кататься в субботу. Ну да. Ты не поедешь, что ли? Поехали. В воскресенье, может, кто-нибудь, если хочешь, воскресенье приготовь. В субботу у нас не будет дома. Большой ножик вообще. Восьми. Кто такие маленькие будет резать? У нас на улице холодно. Ну, по-нашему холодно. А то, когда я говорю, минус пять, минус два, все удивляются. Это же не холодно. Для нас это очень холодно. Мы не привыкли вообще к холоду, к такому. Мы такие прям теплолюбивые. Мы для нас минус два, минус пять – это уже ужас просто. Это мороз. У кого-то минус тридцать, минус сорок – это, конечно. Я не представляю. Я бы не выжила бы. Я бы уехала, честно. В таком городе жить, где минус сорок, минус тридцать я бы не смогла. Я очень люблю тепло. Я бы точно уехала. Для меня здесь уже холодно. Мне хочется потеплее. Куда-нибудь. Я сегодня решила сделать пирожки с картошкой. Давно я не делала пирожки с капустой. Папа наш еще не пробовал, только с картошкой. А, еще беляши он пробовал. А вот с капустой. Не с простой капустой, а хочу сделать с пекинской капустой. Потому что простая капуста, она у нас горчит. Она такая горькая продается. Невкусная. Я нашла тикток старый, девчонок. Здесь не так много видео, но они есть. Это, знаете, какой год? 2016 год. Даже здесь Макс есть где-то. Сейчас тебе покажу. Только здесь без музыки. Смотри. Танцуйте. Это ты в памперсе. Макуша. Макуша. Такие маленькие вообще. Пять лет назад. Тут где-то Ксюша есть. Прикольные такие. А Ксюша не хочет смотреть. Я ей показываю, а она от меня убегает. Ей стыдно. Маленькие вообще. Ой, она у меня уже через край начинает. Хорошая получилась в этот раз. Я в последнее время стала только так жарить. Сначала я стелю пергаментную бумагу, потом наливаю масло. И вот так вот она не брызгает ничего. Не пачкается. Так, немножко нужно убавить, потому что у меня немножко подгорает. Лежки жарятся. Тесто очень хорошее получилось. Маловато. Нужно еще сделать. Для нашей семьи нужно в два раза больше, скорее всего, делать тесто. Я сделала на 700 грамм. Я так думаю, что мне не хватит, наверное, капуста. Я так думаю, что мне хватит, наверное, капуста. Так, вот эти вот с капусточкой. Получилось 8 штук с капустой. Все остальное картошка. В следующий раз я сделаю тесто в два раза больше. С пекинской капустой очень вкусно получилось. Прям сладкая капуста получилась. Очень вкусно. Немножечко брызгает, конечно, но не так сильно. Вот здесь я только забрызгала плиту, а так вот здесь вот чисто. Это капуста. Больше с капустой? Это картошка. Ну вот я отсюда взяла. Ну, значит, тебе случайно попалось. Да. Значит, я перепутала. Ну, вообще, у меня с капустой мало получилось, больше с картошкой. Вот это возьми нижний. Это капуста. Все, приятного аппетита. Пирожочки получились вкусненькие. Тесто мне понравилось. Шкора. Как в старые добрые времена, дети мои делают слайм. Я буду делать красный макс. Так вы уже только недавно сделали один, испортили? Да. Кто-то у меня тут лежит. Под столом. Спит. Ну, давайте. Если я футболку спачкаю, я буду реветь. Я буду переоденеться. Давай, лучше переодень. Это нужно, надо что-то стелить на стол. Я все это. А то вдруг стол испачкается. У Каролины голубой, красный, у Макса фиолетовый. Я не хочу. Только не приборщите с этим, с Бораксом. Это ты Максу и Карлине говори. По чуть-чуть надо налегу. Они все время говорят еще, еще, еще. Нет, нужно мешать, вымешивать. Я знаю, мама. Принес? Да, без разницы. Нет, другую твою, которую ты. Что-то мы уже разучились делать слаймы. Получился такой тугой. У тебя получился? Я еще это. Еще вымешиваешь? Он тоже такой тугой, нет? Киса. Киса. Что, он улыбается, что ли? Филипп. Филипп. Ты живой? Ты живой? Он живой или нет? Филипп, ты живой? Как он так спит крепко, смотри. Ты спишь или что? Спит, зайка мой. Мой зайчик такой пушистый. Крепко спит. Все, наконец-то мы хорошо размешали. Я еще один здесь делаю. Вымесили. Я сделала прозрачный слайм. Ой, я сделала прозрачный слайм. Вот из этого клея. Эннерс. У нас еще остался этот клея, когда мы в Славе продавали. Вообще, что получилось большое, я на пенку добавила. Еще что ли делаешь? Нет, я еще вот тут еще клей остался. Угу. Еще эти я добавила. Мам, хочу делать как у тебя. Ты не хочешь делать? Мам, хочу еще как у тебя делать. Смотри, Май. It's hard to keep my cool running running when I'm a big bad boy. Спать. Даня Милохин. Это вы? Даня Милохин. Это я. Даня Милохин. Мама, милохин. Что надо? Что надо? Даня Милохин. Что надо? Читает. Когда надо спать, считай. Мама, откуда у нас? Чтобы встать. Зачем тебе этот светильник? Он слишком ярко светит. Чтобы читать. Чтобы читать. Ты читаешь? Да. Я думала, ты уже давно не читаешь. Ты еще не дочитала? Да. Маргарита. Эта книжка уже как три года, наверное. Мама, этим книжкам. Книга для каждой девочки. Вид с высокой галереи. Все. Что скажешь? Я протолит. А там сбежала, не знаю, где там какой-то дом. Упала туда. Не трогай, я не буду доставать. Достай, мама, кучку. Все, спать, спокойно. Выключай свой светильник. Маргарита, все, выключай. Завтра будешь читать. Мне нужно читать, чтобы уснуть. Мне потом... Я устану, и потом спать буду. Вообще-то это везде написано, мама. Это правда. Нужно читать перед сном. Нужно читать перед сном, чтобы быстрее заснуть. Мама, они написали в комментариях, какая мышка. И белая, и черная. Сказали, если у тебя клавиатура черная, значит черная мышка. И белая быстро пачкается. Выключай. Завтра утром мне наставать. Мама! Мама! Ты должен читать! Мама! Я ксюжу тебя буду назвать Джексон. Джексон. Почему? Она наплакочит Джексон. Который Майкл? Паблито. Пабло. Паблито. Паблито. Ладно, все спать Паблито и Джексон. Смотри, он постоянно тут лежит между комнатами. Когда мы спать собираемся. Лет на разведку. Мячка проверить хочет. Бонни! Эй! Что она делает? Она выгнать хочет. Видишь? Не нравится, не нравится. На ее территорию пришли. Кто там? Кто там? Она прям с мячиком гавкает. Бонни! Кто там? Мячик не бросает. Все, Кишиня будет играть в мячик. Все? Где? Забрали мячик. Ой. Все. Забрала. Филька. Филька, мячик забрали у тебя. Красавчик ты мой. Красавчик ты мой. Пойду читать книжку и спать. А то время уже полдесятого. Все. Увидимся в следующем влоге. Всем пока.